Всем привет, с вами Олег Сказанберг. Проработаем с картами, смотрим землетрясения за последние сутки. Всего произошло 191 землетрясение магнитуры 2 и выше. Геомагнитная обстановка в зеленой зоне, то есть геомагнитное возмущение. Видимо, солнечный ветер пролетел немножко мимо, и поэтому прогноз не состоялся. Ну, там и был на желтую, на желтый уровень. Смотрим, в Северной Атлантике ничего не замечено. В районе Гибралтара здесь продолжается серия двоек. В Италии так тоже вдоль Италии рассеяно. Вот здесь 3,2 на глубине 274 километра на юге Италии. И смотрим, вот здесь вот интересно, 4,7,9,92 километра в Ларисе. То есть, смотрите, энергия-то там сидит, почти на пятерку вытянула. И это в тихий период сейчас такой. Ну и двойки вот здесь вот сейчас на Балканах. Видны в Турции рассеянное такое. В районе вот здесь вот Адана получается 4,3 на глубине 6 километров. И вот здесь вот троечка в Ираке на глубине 2 километра всего. Так, также в центре Ирана 4,6, глубина 10 километров. У нас вот здесь есть Мьянме 3,6 на глубине 10 километров. В Восточной Индии 3,5 на глубине 10 километров. Здесь троечка в Кашмире 3,1,5 километров глубина. И 4,0 в Афганистане глубина 180 километров. В Средней Азии вроде бы больше ничего нет. Но зато вот здесь в Сибири, пожалуйста, в Кемеровской области 3,0 на глубине 10 километров. 3,2 в Республике Хакасия глубина 5 километров. Но вроде как Хупсугол и Прибайкаль не играют в этом выпуске. Также тишина продолжается, смотрите, уже практически несколько дней. Если взять вообще очень период такой пониженной активности, то, мне кажется, пару недель уже в районе Камчатки, Курил и Алиутов. Так, здесь в Японии 4,6 на глубине 42 километра у Хоккайдо и 4,4 на глубине 60 километров. 4,5 остров Банин, Япония. И смотрим, что здесь продолжается у Тайваня. Опять Куэй-Шатау. Вулкан 4,6-35 километров, 4,3-28, 4,7-10 километров. То есть, так разношерстно и серия прям продолжается под этим вулканом. Явно там что-то происходит, поэтому надо, по идее, местным посмотреть, по подводам заглянуть. 4,2 Филиппины 29 километров, 2 троечки на севере. И вот здесь море Соловейся 3,1-56 километров. Остров Талаут 4,2-153 километра. Так, и что здесь еще? Четверки 4,6, глубина 111 километров. И 4,4, глубина 84 километра. Так, 4,3 вот здесь вот на юге Маловском море, глубина 10 километров, 3,7 также. И 2 троечки вот здесь вот у Соловейся 3,6, глубина 10 километров. На западе Папао здесь 2 тройки, 3,8-12 километров, 10 километров. И 4,3 на глубине 10 километров. Также можно сказать, здесь четверки. Остров Танибар, Индонезия 4,6-127 километров и 3,0-102. Так, и Ява вот здесь вот 4,4 на глубине 189 километров. И смотрите, тишина Суматра и Ява. Иоаннака якобы тишина. Убанда Ачиха вот здесь вот вулкан Палау-Вех. И здесь глубина 61 километр. Так, и дальше идем. Молчат Соломоново острова. Ну, вот здесь к северу от Папао море Бисмарка 4,9 на глубине 7,32 километра. Новая Калитония. И здесь острова Лоялти. Значит, юг от Улгана Хантер. 50 километров от него. И 4,6 на глубине 10 километров получается. Так, здесь Кермандек 4,1 на глубине 456 километров. Но здесь не глубокие. 3,1 здесь 32,42 километра. Рядом с Улганом Вулканом. И дальше вот здесь вот 3,1 258 километров. На острове здесь на юге 3,3 21 километр. Недалеко от вулкана Руапеху, кстати. И южный остров продолжается. Здесь тройки, смотри, 3,4 7 километров у Крайст-Чорча. И на юго-западе здесь 3,4 2,3,4 97 и вторая была 5 километров. Какое разнообразие. Так, ну что, перелетаем. Давайте посмотрим, что у нас, как живет Африка. Африка все молчит. И даже Руанда, вот Комка на границе все молчит. Ну ладно. Смотрим, что здесь в Гренландии, Канаде. Все тихо. Смотрим Аляску 3,4. Здесь на глубине 5 километров. На запад от вулкана 11,02 132. Ну и говорю, что вот это вот типичное британское качество. Цифрами обозначать, не давать названия. Так, Аляска 3,2, глубина 20 километров. Здесь, ну и вот здесь на границе с Канадой 3,2 на глубине 0 километров. Так, смотрим теперь континентальные штаты. На востоке ничего нет. А вот здесь вот в Айдахо, смотрите, 3,4 на глубине 6,6 километров. Так серьезно здесь сидит энергия. В Калифорнии 3,1 на глубине 9,7 километров. Вулкан Моно Краторс. Единичный кратер, можно перевести, да. 3,4, глубина 12,74 километра на юге Калифорнии. Так, смотрите, продолжается вот эта серия в Мексике. Фокусная, да, которую вчера разбирали. В общем-то это у вулкана Парикутин. Вот, глубины небольшие, 8 километров. В основном тройки там сыпется, но очень много, очень много. Так, здесь глубина 8 километров, 3,4. Да, пока не забыли, давайте глянем, где я. Так, потеряли. Где Гавайи. Вот они, чуть-чуть не доехали. Так. Ну, здесь в основном в проекте Килауэ, хотя вот есть и у Луихи. Здесь тоже несколько двоек произошло. Так, возвращаемся теперь в Мексику. 3,5 здесь и вот здесь 4,2 глубина 15 километров. 4,2 вот здесь вот глубина 16 километров на юге Мексики. И 4,1 на глубине 95 километров, плюс еще две тройки. Здесь 4,0 на глубине 67 километров. Больше ничего нет. У Никарагуа 3,3 и вот у Панамы в океане, пожалуйста, 5,5 происходит. Мне кажется, что это крупнейшее землетрясение за последние сутки. Глубина 10 километров и плюс еще на побережье две троечки продолжаются. Так, Пуэрто-Рико и Доминикану. Ну, чуть-чуть подоспокоилась здесь серия. 3,2 на глубине 10 километров на севере. И вот здесь вот продолжаются автошоки 3,0 на глубине 7 километров. Не уходит отсюда активность уже долго. Так, здесь Эквадор. Здесь 3,6-5 километров и 3,6-1 километр. Ну, давайте смотреть теперь дальше на юг. Вот здесь 5,4, пожалуйста, в Боливии происходит на глубине 221 километр. Такая серьезная заявка на будущее, потому что, как правило, они потом на поверхность выходят. Антофагаста 3,8-118 километров. Здесь такие серии троечек. 3,0-107 километров. И Южное Перу. Вот здесь 3,6-15 километров. Вулкан Якоман. И здесь 3,1-26 километров. Так, Среднее Чили у нас здесь в основном троечки со стороны Аргентины. Ну, 3,8 на глубине 21 километр вулкан Копьепо. Здесь в Аргентине 10 километров троечка. 10 километров, то есть неглубокие. И на побережье здесь 3,0-42 километра. Какимбо. И 3,5-63 километра. Так, на юге только двоечка. Здесь больше ничего нет. Да, смотрите, Сэндвичево острова. Точнее, Южные Шеттонские острова. 4,5. Глубина 10 километров. Ну что, давайте подводить итоги. Значит, высока активность Мексики. Хочу сказать, на севере Чили. Сейчас юг Сибири. Вот, потом надо смотреть. Вот здесь восток Индонезии. Что-то как-то очень активно происходит. Ну, Новая Зеландия. И идет рост в районе Турции. Ну что, на этом все. С вами был Алис Канамбердлап. Отличное упражнение. Субтитры создавал DimaTorzok